Вашингтон 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 В тёплом Нью-Йорке Даунтаун сиял огнями Аристократических балов Где английские офицеры Галантно наслаждались Обществом местных дам В отличии от патриотов Новой Англии в Нью-Йорке Состоятельная публика ощущала себя Англичанами Была за закон и порядок И была полностью предана королю А вот положение армии Вашингтона было просто отчаянным Позади многомесячное Отступление с боями В которых армия потеряла тысячи убитыми Ранеными и взятыми в плен Когда Вашингтон добрался до Пенсильвании Под его началом оставалось всего Пять тысяч человек Но это были ещё цветочки Деньги на содержание армии Выделяли отдельные штаты И многие из них не торопились Выполнять свои обязательства Не было денег, провианта, медикаментов На исходе боеприпасов Поскольку американцы были принципиальными Противниками постоянной армии Призыв в континентальную армию Осуществлялся всего на один год То есть 1 января 1777 года Две трети солдат должны были Разойтись по домам Итак, армия на грани развала До весны явно не дотянуть В этих условиях Вашингтон решил пойти ва-банк На другой стороне Делавера Были нью-джерсийские города В которых стояли британские гарнизоны Состоящие из немецких наёмников Гессенцев Приближалось Рождество И ночь 26 декабря 1776 года была выбрана Для внезапной атаки Никому и в голову не могло прийти Что деморализованные остатки армии Вашингтона сумеют переправиться Через Делавер На котором уже начался ледостав Но именно это американцы и сделали Голодные, полураздетые, злые Как черти Они скрытно переправились через реку И скорым маршем прошли 9 миль Отделявших их от цели А затем с безудержной яростью Атаковали полгессенцев Стоявший в Трентоне Вой был жестоким и скоротечным Какого-то реального сопротивления Натиск у патриотов немцы не оказали Около тысячи королевских солдат Сдались в плен С американской стороны Было четверо раненых Можете поверить? Поверьте, это факт Недели позже Вашингтон также неожиданно Обрушился на гарнизон в Принстоне И на этот раз Воевой дух свободных людей Казался сильней воинского профессионализма Вот в этом и был залог Будущей победы Он очень сильный Он неожиданно Он, Генерал Вашингтон? Он спросил, что вы... Меня зовут Вашингтон. Продолжение следует... Немецких наемников. Наемниками их, правда, можно назвать лишь с большой натяжкой, поскольку эти солдаты не сражались за свои деньги. Они были в буквальном смысле, слово куплены на корню, королем Джорджем Третьим у немецких князей. Между прочим, британский монарх предлагал и русской императрице Екатерине Второй продать ему корпус численностью в 20 тысяч штыков на два года для отправки в Канаду. За каждого солдата британское казначейство было готово уплатить 7 фунтов стерлингов. Довольствие по нормам британской армии. Но Екатерина отказалась. Предложение выглядело очень уж оскорбительным для великой державы. Да и к тому же солдаты были совсем не лишними для вечно воюющей России. Всего на службе у британского короля воевало чуть более 19 тысяч немцев. После окончания войны большая часть из них вернулась домой, но около 6 тысяч навсегда поселились в Америке. С наступлением весны стратегия англичан по контролю долины Гудзона вступила в завершающую фазу. В случае удачи им удалось бы расколоть колонии пополам, отрезав Новую Англию и обеспечить победу лоялистов на юге. Войска генерала Хау должны были двигаться из Нью-Йорка на север, а навстречу ним из Квебека выходили части под командованием генерала Бергуина. В местном встрече был избран город Олбань. Если бы этот план был реализован, то у Великобритании появились бы отличные шансы на успех в этой войне. В июне Бергуин вступил в поход с 10 тысячами солдат. Уже в начале июля он захватил форт Тикон-де-Рога и двинулся дальше на юг по направлению Колбани. Однако на этом его везение закончилось. Англичане вступили в дикую лесистую местность, которой не могли воспользоваться ни одним из своих преимуществ. Но вот зато американцы чувствовали себя в этих лесах уверенно и надежно. Их охотничьи ружья били дальше английских мушкетов и при этом гораздо точнее. Невзирая на потери, генерал все же решил пробиться Колбани любой ценой в надежде, что согласно первоначальному замыслу, там его будет ждать генерал Хау со своей армией. Но проблема была в том, что там его никто не ждал и даже не собирался ждать. Генерал Хау вместо того, чтобы двигаться с юга Колбани, как это предусматривал им же составленный план, погрузил 15-тысячный армейский корпус на суда и отправился к Чизапикскому заливу, чтобы там высадиться и двинуться на Филадельфию. Почему на Филадельфию? Ну потому что этот город был столицей новорожденных Соединенных Штатов. И как думал Хау, взятие Филадельфии приведет Великобританию к победе. В конце концов, так всегда и бывало в европейских войнах. И хотя после нескольких сражений ему удалось это сделать, в смысле захватить Филадельфию, смысла в такой стратегии было мало. Честно говоря, вообще не было никакого смысла. В молодой республике было тогда чуть больше года, и по-прежнему все руководство жизнью страны проводилось на местах, на уровне Штатов. Отсутствие центральной власти, обычно воспринимаемое как слабость, в данном случае обернулось силой. Конгресс благополучно просто перебрался в Балтимор. Ничего по сути от взятия Филадельфии не изменилось. Но зато весь стратегический замысел британских генералов рухнул. В середине сентября, когда Хау приближался к заветной Филадельфии, генерал Бергойн, сильно потрепанный, добрался наконец до предместия города Саратога. Теперь его отолбание отделяло всего 38 миль и оборонительные позиции генерала Горацио Гейтса, которому Конгресс доверил этот участок боевых действий. В ходе двух сражений части Бергойна были наголову разбиты. Помощь с юга так и не подошла, но мы-то с вами знаем, что и не могла подойти. Будучи в безнадежной позиции, англичане капитулировали. 17 октября генерал Бергойн вручил свою шпагу генералу Гейтсу. Битва у Саратоги имела колоссальное психологическое значение. И стал вообще таким поворотным моментом в войне. Американцы, полностью уничтожившие большую британскую военную группировку, окончательно уверовали свои силы. Как только эта новость достигла Франции, король Луис XVI принял решение о создании франко-американского союза. Начиная с этого времени в Америку устремился поток французской военной помощи, включая оружие, боеприпасы, новейшие пушки. Трудно переоценить значение этих поставок, ведь в те годы своего военного производства у колоний не было. А вскоре Франция и формально вступила в боевые действия, стремясь взять реванш за унизительное поражение в Семилетней войне. Вместе с французами войну Великобритании объявили Голландия и Испания. Вот этим дипломатическим успехом американцы обязаны в первую очередь премудрому Бенджамину Франклину, выполнявшему обязанности американского посла в Европе. Вот так восстание колоний переросло в международный конфликт, безусловно, очень выгодный американцам. Британские силы закрепились в Нью-Йорке, Нью-Парте и Филадельфии, но континентальная армия и милиция восставших контролировали всю остальную страну. Когда воюющие армии подошли к зиме, они оказались в состоянии, в котором взаимно уравновесились не столько силы, сколько слабости сторон. После нескольких лет боев британская монархия была не ближе к победе, чем после Лексингтона и Конкорда, а поддержка войны в митрополии стремительно падала. Установившийся баланс был выгоден, конечно же, американцам, хотя до окончательной победы было еще очень далеко. Вашингтон, как и год назад, сумел сохранить свою армию и искусно маневрируя отступил к городку Волей-Фордж в 20 милях к северо-западу от Филадельфии. Эта зима оказалась не менее суровым испытанием, чем предыдущая. В ладере у Волей-Фордж замерзло или умерло от болезни немало солдат. Но лишения, которые терпели американцы, не помешали им посвятить зиму улучшению своей военной подготовки. И к весне в распоряжении Вашингтона оказалось гораздо более боеспособное войско. Этому в немалой степени способствовал немецкий доброволец, капитан, барон Фридрих фон Штойбен. Он научил американцев всем премудростям подготовки солдат в прусской армии. Начиная от того, как ходить строем, и до того, как парировать яростные штыковые атаки англичан. Все прошедшие школу фон Штойбена солдаты превратились в умелых и дисциплинированных бойцов, ни в чем не уступавших британским. Вообще молодая американская армия остро нуждалась в помощи профессиональных военных. А в Европе идеи свободы нашли горячий отклик в сердцах просвещенных и романтичных молодых офицеров. Наиболее яркими из них были французский аристократ Маркиз де Лафаэт и польский патриот Тадеуш Костюшко. Лафаэт вспоминал об этом времени. При первом известии об этой войне мое сердце было завербовано. Как только при мне было произнесено слово «Америка», я полюбил ее. Едва я узнал, что она борется за свою свободу, как меня хватило желания пролить за нее мою кровь. В новом свете он получил звание генерал-майора и служил непосредственно под командованием Вашингтона. Лафаэт был не только мужественным воином, он обладал большим талантом военачальника и сыграл далеко не последнюю роль в победе армии борцов за независимость. Война на нескольких театрах военных действий проела огромную дыру в британском бюджете. Никто уже не сомневался в конечном поражении монархии, но страна продолжала сражаться из упрямства Джорджа Третьего, желавшего во что бы то ни стало, сохранить лицо. Всем командовал генерал Клинтон, которому король теперь доверил судьбу колонии и своей войны. Проиграв окончательно на севере, англичане решили взять реванш на юге. В этом был смысл, так как именно в южных провинциях было больше всего лоялистов, сторонников британской монархии. На их безусловную поддержку как раз и рассчитывали англичане. В самом конце 1778 года они захватили Саванну, а весной 1780-го Чарлстон. Почти без потерь войска Клинтона взяли этот крупнейший порт и город на юге. После поражения у Чарлстона остатки американской южной армии попытались отступить в Северную Каролину, но были настигнуты и нагло разбиты кавалерийским отрядом подполковника Тарлеттона. После этой битвы во всех южных колониях не осталось ни одного регулярного американского полка. Знамя революционной войны подхватили партизаны во главе с Фрэнсисом Мэрионом. На протяжении нескольких месяцев зеленый драгун Тарлеттон гонял партизан Мэриона по всему югу, жестоко расправляясь со всеми, кто симпатизировал повстанцев. Именно Мэрион с Тарлеттоном стали прототипами главных героев фильма «Патриот» режиссера Роланда Эмериха. В этих сражениях ничего не осталось уже от традиционного британского джентльменского отношения к противнику. Вообще на смену профессионально-военному понятию «неприятель» пришло совсем другое – враг. Причем враг смертельный. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Американцы собрали на Юде новую армию, во главе которой был поставлен герой Саратоди, помните Горацио Гейтс Однако, в отличие от армии Вашингтона, прошедшей хорошую школу воли Фордж, армия Гейтса состояла из плохо обученных ополченцев В августе 1780-го Гейтс совершил непростительную ошибку, позволив генералу Корноволесу втянуть себя в сражение на открытой местности под Кэмдоном Результатом стало очень болезненное, очень чувствительное поражение Армия Гейтса была рассеяна, а сам он спасся бегством, проскакав без остановки три дня Сменивший Гейтса генерал Натаниэль Грин оказался удачливее своего предшественника В начале 1781 года он провел поистине удивительную кампанию, в течение которой не выиграл у Корноволеса ни одного сражения Но тем не менее, добился итогового успеха Сам Грин так охарактеризовал эту свою удивительную и победную стратегию Мы деремся, нас бьют, мы поднимаемся и деремся снова Снова не сумев нанести американцам решительного поражения, Корноволес отвел свою армию в Йорктаун, небольшой порт, из которого затем намеревался вернуться морем в Нью-Йорк Но здесь он был блокирован превосходящими объединенно-американно-французскими силами Дело в том, что в июле 1781 года французский экспедиционный корпус во главе с графом Рошамбо присоединился к континентальной армии под Нью-Йорком Вашингтон и Рошамбо знали, что мощная эскадра под командованием графа де Гроссе уже вышла из Бреста с приказом о всемерном содействии их пламу А план у них был очень прост Отрезать части Корноволеса от моря и осадить их в Йорктауне Совместная операция сухопутных и морских сил у Йорктауна была уникальной для этой войны Как по замыслу, так и по исполнению Филопоэт со своей дивизии не позволил Корноволесу уйти в Северную Каролину Де Гроссе отразил все попытки английского флота пробиться к Йорктауну А континентальная армия быстро достигла Вирджинии С изоляточения мощного французского флота и сухопутных сил из 6 тысяч американских солдат 3 тысяч ополченцев, 7 тысяч французских бойцов позволило в Вашингтон и Рошамбо начать осаду Йорктауна с моря и суши У Корноволеса было 8 тысяч солдат и без поддержки флота его шансы выстоять были равны нулю Но ноль, это только в математике число А в военном деле это тысячи и тысячи убитых и раненых 19 октября 1781 года Корноволес капитулировал Безусловный успех операции показал, насколько точно она была задумана Вооруженные силы юной республики сравнялись с британскими Как по стратегическому мышлению, так и по мастерству исполнения Ну, а характер американцам было всегда не занимать На этом революционная война фактически завершилась Британский парламент, вопреки воле короля, начал мирные переговоры Мир был заключен в Париже осенью 1783 года А 25 ноября того же года последний красный мундир покинул Нью-Йорк Победа! Итоги В Великобритании война обошлась в 80 миллионов фунтов Французы потратили в полтора раза меньше, но война привела Их финансы в полное расстройство и по сути приблизила начало Французской революции Более того, молодая американская республика стала примером Для будущих французских революционеров Но посмотрите, какая ирония судьбы, точнее ирония истории Король Луис XVI своим решением помочь американцам приблизил час падения французского абсолютизма Будучи в принципе противниками профессиональных вооруженных сил, американские законодатели приняли решение распустить по домам континентальную армию Серьезных противников вроде бы не просматривалось, а для дел домашних и милиция сойдет И денег бюджетных на местных патриотов тратить не надо, тем более что казна пуста В 1789 году герой войны, создатель и главнокомандующий американской армии генерал Джордж Вашингтон был избран первым президентом Соединенных Штатов Со временем его имя обросло легендами, покрылось глянцем День рождения Вашингтона стал в США национальным праздником Но война, в пламени которой родились Соединенные Штаты, была отнюдь не глянцевой Встретимся ровно через неделю Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова